Друзья, всем привет! Сегодня у меня на обзоре Samsung Galaxy Note 8, пожалуй, лучший телефон в мире на сегодняшний день. Вы спросите, а я постараюсь ответить на основные вопросы. Зачем в 2018 году покупать такой охренительно дорогой аппарат за 70 тысяч рублей, когда на рынке существует огромное количество китайских аналогов примерно с тем же функционалом. Ну, во-первых, он не охренительно дорогой. Это рубль охренительно дешевый, потому что до падения рубля этот аппарат стоил бы 35 тысяч рублей. Согласитесь, стоимость довольно приемлемая. Что же касаемо его функции, то вы покупаете не телефон. Вы покупаете шикарного качества фотокамеру. Вы покупаете шикарного качества видеокамеру. Кроме того, это мини-планшет и маленькая игровая приставка со всеми вытекающими последствиями. Все подробности о телефоне Samsung Galaxy Note 8 смотрите прямо сейчас в моем честном обзоре. Поехали! Как вы уже поняли, основная причина, по которой я покупаю столь дорогие аппараты, типа Samsung Galaxy Note 8, это его шикарные камеры. Причем здесь их три. Двойной модуль основной камеры по 12 мегапикселей, с технологией зеркальных камер Dual Pixel. Это значит, что каждый пиксель в два раза больше. Они могли засунуть сюда 28 пикселей, но пожертвовали этим местом ради света силы. Именно благодаря технологии Dual Pixel данный аппарат в темноте справляется великолепно. Двойная камера здесь тоже неспроста. Основная камера имеет широкоугольный формат и также 12 мегапикселей с оптической и цифровой стабилизацией. Еще ее называют гибридной. Кроме того, здесь есть портретная камера, а вот это уже интересно. Вы все помните шикарные фотографии, от которых просто пищат в инстаграме, когда человек находится на переднем плане, а позади фон красиво размыт, как будто бы фотография сделана на какую-то профессиональную зеркалку. Так вот, Note 8 справляется с этой задачей на раз-два. Упаковка смотрится дорого и добротно. Внутри коробочки мы видим зарядное устройство, быстрая зарядка, которая позволяет достаточно за короткий срок полностью наполнить вашу батарею. Это стало крайне удобным и никаких проблем теперь с перегревом батареи мы не увидим. В телефоне также имеется поддержка беспроводной зарядки и наушники компании AKG, которые превосходят те родные самсунговские, которые обычно помещали в коробочку. Ну и я хочу похвалить их за эти наушники, потому что играют действительно качественно. Также внутри можно увидеть ключ для открывания слота сим-карты. Многие не понимают, как это делается и думают, что все устроено по старинке. Переходничок с USB-C на мини-USB. Для тех, кто не понимает, что такое USB-C, это вот так можно вставлять. И вот так. И так и наоборот будет заряжаться. Единственная проблема новенького разъема в том, что когда ты едешь в гости, не у каждого будет такой разъем на зарядном устройстве. А тебе, как правило, нужно подзарядиться, поэтому с собой приходится ввести зарядку, либо брать вот этот переходничок. Предусмотрели, молодцы, любят своих клиентов. Интересное решение. Вот этот переходничок, который позволяет втыкать обыкновенную флешку в ваш смартфон и считывать информацию с нее. Я считаю, что за это Samsung также стоит поблагодарить. Теперь основная фишка, как отличить псевдообзорщика от настоящего обзорщика. А также Type-C, USB-шник. Так, это... Вот, стоп, стоп, стоп. Что это? Так, абсолютно непонятная хренатень. Мы ее на потом оставим. А вот это, хоть убейте, я не понимаю. Что это за маленькая скоба и зачем она нужна, и какой в ней практический смысл. У меня в руках смартфон за 70 тысяч. Что же еще? Амбушюрки. Это что за байда? Знатоки. Что это за хренотень? Может быть, пытать владельцев айфонов? Настоящий обзорщик знает, для чего эта скобочка с этими непонятными палочками. Потому что это всего лишь перо для стилуса, запасное и ключ для его изымания. Вот и все. Я просто хочу еще раз раскритиковать тех обзорщиков, которые выпускают обзоры сразу после выхода аппарата в сеть продаж. То есть, ну, как вы можете узнать о нем что-то по-настоящему, если вы только взяли его в руки? Все, что вы знаете, написано в интернете, и это не является честным обзором. Именно этим мы с вами и отличаемся. Я свой обзор записываю не ради хайпа, а ради того, чтобы помочь. А вы собираетесь словить как можно большее количество просмотров и дать очень поверхностную информацию. Ааа, обклеится ими. Ааа, ха-ха-ха. Не зря их так много. Вот теперь я чувствую себя хорошо. А, отполегчало. А, тут сюда можно приклеить. Во, во. Ну, что это за хрень? Зачем это надо? Это, конечно, не относится к Валентину Извилсаком, у которого просто на роду написано быть обзорщиком. Профессионал, короче. Ну, я же техноблогер, я, собственно, посмотрел в пакетик и разобрался. Это наконечники пера. Напомню, что одной из главных фишек Note серии является S-Pen. Если же экран находится в заблокированном состоянии, то, вытаскивая стилус, мы сразу получаем доступ к заметкам. Вам предлагают написать что-то на экране. Так, первое, допустим, позвонить, позвонить. И причем, в отличие от прошлых версий телефонов, здесь нет торможения. Поскольку я давний владелец Samsung Galaxy Note 3, я не могу не знать, что же это за перо и куда его вставлять. Ну, вот, друзья, непосредственно сам аппаратец. Давайте сразу вскроем его, так сказать. Ох! Ой, какой красивый! Но я не понимаю, зачем вы так прилепили эту наклейку? Прямо вот на блестящую поверхность. Взяли вот... Ну, что это? Посмотрите, следы остались. Ну, елки-палки, Samsung, не серьезно. Еще одна очень классная фишка, это Always On, которую вы можете лицезреть прямо сейчас. Ну, то есть дисплей постоянно светится. Очень удобно. Вы ночью можете посмотреть на часы. Причем, энергию эти светящиеся часы практически не потребляют. Это связано с уникальной технологией Super AMOLED дисплея, где светится каждый отдельный пиксель. И нет вот этой задней фоновой подсветки, которая пожирает всегда одинаковое количество энергии. Здесь потребляет энергию только та точка, которая светится в данный момент. Ладно, давайте с осмотра внешнего вида. Значит, у нас 16 сантиметров вот эта диагональ. Это прямо замечательно. Господа, что же мы видим сверху? Огромное количество датчиков. Но самое интересное здесь не динамик, а фронтальная камера, которая снимает селфи и имеет автофокус. Крайне редко производители встраивают в камеру для селфи, автофокус и уж тем более оптический стабилизатор. Поэтому я считаю, что этот аппарат просто непревзойденный в плане камер. Датчики описывать не вижу смысла. Кстати, точки, которые вы видите на дисплее, это вовсе не битые пиксели. Это изображение звездного неба с разрешением Quad HD. Сколько лет подряд я говорил, чтобы убрали физическую кнопочку Home, которая шла до последних моделей S7. Это же просто какой-то архаизм. Она совершенно неудобная. Ее приходилось нажимать вот так вот сзади, подпирая пальцем. Ведь гораздо удобнее нажимать сенсорную кнопку. Но это в 10 раз круче. В комментариях мне писали, да что ты, Донец, понимаешь. Она очень удобная. И, наконец, Samsung меня услышали. То есть я смотрю вперед, понимаете. Я знаю, куда пойдет эволюция. И, конечно, вот эта сенсорная кнопка гораздо более быстрая. Гораздо более кликабельная, нежели вот это вот нажимай, вдавливай. Нет, это уже не то. И самое интересное, что для тех, кто любит физическую кнопку, встроили анимацию физической кнопки. Нажимаешь, там такая вибрация идет интересная. Не знаю, слышно или нет. Ну, классный эффект, очень здоровский. На левом торце у нас находятся качельки громкости и кнопочка Bixby. Дебильная функция Bixby, совершенно бесполезная, под которую выделили отдельную кнопку. Надеюсь, вы нас услышите и уберете эту хрень. Или хотя бы позволите пользователю за свои деньги переназначать эту кнопку и ставить то, что нам надо. Господа из Samsung, на правом торце у нас находится кнопочка вкал-выкал, а также на нее можно назначить включение камеры при двойном нажатии и сброс звонков. Если вам такая опция удобна. Друзья, на нижнем торце давайте посмотрим. Здесь мы видим слева направо отверстие 3,5 мм под наушники. Отдельно зарядное устройство USB-C, хоть так втыкая, хоть эдак, все равно будет заряжать. Кроме того, динамик очень громкий и сочный. И, конечно же, стилус. Здесь такая кнопочка нажатия, как на старой ручке. Вот такая интересная, удобная фишечка. Вставляется теперь стилус, что так, что эдак, как USB-C. И, в принципе, считаю, что это очень даже удобно. На задней поверхности у нас совершенно роскошный модуль двойной камеры. Датчик, который измеряет сердцебиение. Уровень стресса, а также уровень насыщенности крови кислородом. Ну и, конечно, датчик отпечатков пальцев, который совершенно бесполезен. Ибо использовать его здесь вы точно не станете совершенно неудобно. Постоянно будете попадать туда, куда не нужно. Лично я не использую разблокировку по радужке глаза. Потому что, вроде как сказали, это вредно. Ходили такие слухи. Хотя, конечно, ерунда полная. Но не может быть вредной технология, которая выпущена в массовую продажу. Да еще и прошедшая Ростест, которым лишь бы докопаться до чего-то. Датчик пульса и датчик стресса интересная фишечка. Регулярно пользуюсь, а особенно всегда пользуюсь S-Health, которые подсчитывают шаги. В отличие от Samsung Galaxy S8, здесь покрытие сзади вроде как олеофобное. То есть отпечатки пальцев не остаются каждую секунду. Автономность данного аппарата великолепная. Кстати, навес он довольно тяжелый, увесистый. Это вам не китайчатина. Этот телефон собран во Вьетнаме, если что. И я считаю, что все-таки это более хороший качественный показатель. Вот почему-то больше я доверяю вьетнамской сборке. Я убрал все блокировки, потому что они абсолютно мне не нужны. И хочу вам показать, насколько плавный аппарат вообще в принципе. То есть посмотрите, насколько очень плавный, насколько чувствительный сенсор. В общем, это Samsung на сегодняшний день просто высшая категория качества. Открываем меню теперь вот таким движением. Таким же и закрываем. Можно, собственно, по кругу это и делать. Я выношу все самые главные опции вот сюда. Это камера, ватсап, будильник, телефон и социалочки. Все вот сюда в папку, которая отдельно у меня создана под эти цели. Чтобы протестировать разрешение экрана, я запустил макросъемку на камере. И приблизил максимально, насколько это возможно увеличить. Вот больше некуда, собственно. Уже прямо вплотную к камере находится. И вы посмотрите, плотность пикселей настолько высока, что сантиметра снимаю от камеры. Не видим пикселей. Заходим в дисплей, как самая основная часть телефона. Самая, кстати, дорогостоящая. Если вдруг вы его разобьете, то стоимость почина будет в районе 50 тысяч рублей. Фильтр синего цвета. Посмотрите, как он работает. Как бы все желтит. И только когда мы его отключаем, мы понимаем, сколько много синего в изображении. Фильтр синего цвета. Для чего он нужен вообще в принципе? Чтобы глаза меньше уставали и меньше утомлялись. Также мне очень нравятся режимы экрана, которые мы всячески можем менять. Мы ставим фильм. Амолед. Видите, цвета как поменялись. Фотоамолед. Баланс как бы меняется. И основной. Без насыщенного цвета. Лично я всегда использую основной. Но сразу вам скажу, это нужно мне лишь для того, чтобы редактировать фотографии. И чтобы дисплей не преувеличивал цвета. Но если поставить адаптивный дисплей, то белый становится действительно белым. А в режиме основной белый совсем даже не белый, а какой-то бежевый даже скорее. Поэтому все-таки Super AMOLED вносит свои коррективы. И натуральности в нем достаточно мало. Тем не менее, я считаю Super AMOLED дисплей самым технологичным и энергосберегающим. Разрешение экрана Full HD+. Так назвали его, потому что здесь нестандартное соотношение сторон. Разрешение экрана 2220 на 1080 стояло здесь по умолчанию. Другими словами, мы как на компьютере можем убавить разрешение экрана до HD 720. Или точнее HD+. И здесь снова добавить. Вот стандартное разрешение. Здесь нам как бы предлагают его использовать разработчики. И соответственно, наконец-то Quad HD+. То есть самое высокое разрешение, которое, конечно, требует больше энергии. Телефон быстрее будет садиться. Визуально это почти никак невозможно заметить. Вот эти самые отличия. Потому что их можно заметить только на точечках в анимации. Вот эти точки в анимации, да, они становятся еще более мелкими. И вот здесь только я увидел разницу в разрешении. И то это если прям докапываться. Ну а если поставить Full HD вместо Quad HD, тогда разрешение получается стандартным. И как бы замыливается картинка. Ну то есть появляется эффект сглаживания. И в принципе глаза меньше режет. В Samsung S8 на дисплее слегка краснит. Но похоже, что здесь от этой проблемы вроде как избавились. На границе белого и другого цвета я красноты не вижу. Встроенная память 64 гигабайта. Слот для второй сим-карты или SD-карты. На выбор вы можете существенно расширить свою память. Хотя лично мне хватает и 64. И здесь очень важный момент. Оперативки 6 гигабайт. Тормозить не будет. Подскажу интересную фишку всем пользователям телефонов Samsung. Мы заходим в специальные возможности. Где находим ответ и завершение вызовов. И ставим ответ клавишей увеличения громкости. То есть можно нажимать физическую кнопочку не глядя. А завершение вызова клавишей питания. То есть на питание нажимаешь и вызов завершается. Невероятно удобная фишка. Рекомендую вам ее использовать. Очень понравилась родная опция звукозапись в этом аппарате. Во-первых, качество достаточно высокое. 256 кбит MP3. Он пишет звук на два микрофона. Что вполне себе круто, как вы понимаете. И вот эта фишка. Функция речь в текст. Нажимаем запись и поехали. Здравствуйте. Не успеете вы похудеть, как лето уже наступит. Вы знаете, какого свадебного ведущего лучше всего посоветовать своим друзьям. Звоните. Всегда ваш Евгений Донец. Через О. Ну ладно. Ну а сейчас мы с вами протестируем фото и видеокамеру, чтобы вы наконец насладились этим качеством и поняли, за что этого красавчика стоит взять. Ведь некоторые сравнивают Samsung Galaxy Note 8 с iPhone 10. Ну вы что? Разница просто огромна. Начнем хотя бы с того, что дисплей для айфонов производит Samsung. Ну что ж, друзья, переходим в настройки основной камеры. Размер фотографии 4х3, 12 мегапикселей. То есть больше помещается при этом. Если поставить 16х9, помещается меньше. Размер видео Full HD. Но есть другие возможности. Full HD 60 кадров в секунду. Тогда отключается следящий автофокус. Есть Quad HD. Есть Ultra HD, то есть так называемая 4K. Конечно, наиболее интересным форматом является Full HD 60 кадров в секунду. Но пишет почему-то по 10 минут. Потом включается пауза и снова нужно нажимать на запись. HDR. Насыщенные тона здесь авто. Вам рекомендую точно так же оставить. Фронтальная камера. Себяшечка. Размер изображения 4х3. Размер видео Full HD. Но есть возможность поставить Quad HD. Quad HD это 2K, если вы не понимаете. Блин, сначала я подумал, что здесь двойной оптический зум на видеосъемку. И как же я был разочарован, когда его там не оказалось. Ну что вы делаете со мной, Samsung? Ведь у вас есть возможность сделать этот оптический зум. Просто нажимаешь кнопочку. Вы включаете камеру, предназначенную для портретной съемки. И она как бы приближает картинку. Ведь она не широкоугольная. Она один к одному. Почему нельзя было сделать вот так? Ведь это всего лишь программная мелочь. Но вы меня очень этим расстроили. А то, что вы сделали кнопочку X2, ну то есть двойной оптический зум, так это чистый маркетинговый ход, на который повелся даже я. И в условиях дневной съемки я подумал, что это оптический зум. Вы меня немножко расстроили. Но все равно и порадовали, потому что камера, на которой мы будем делать эти фотографии, портретного плана, она просто непревзойденная. Спасибо. Вот эта самая кнопочка умножить на 2, которая сбивает людей с толку. Также здесь есть функция растягивания картинки на весь экран, которая, на мой взгляд, совершенно бессмысленна. Она ничем не улучшает ситуацию. Соответственно, здесь вспышка. Здесь есть живой фокус. Вот это наиболее интересная фишка. Сейчас я покажу, как он работает. Жди, когда отобьется. Отбилось? Да. Теперь смотри только в телефон. И теперь уже в телефоне нажимай живой фокус. Нажал? Да. Приблизилось? Да. Теперь, ну, делай кадрирование. Теперь смотри только в телефон уже. И фото. Ну что ж, мы находимся во дворе. Очень белый снег. Что как раз позволяет посмотреть, насколько хорошо отбивается баланс белого. Смотрим, как отличается при одних и тех же параметрах качество съемки. Алексей, помашите ручкой. Это оператор, профессионал, лучший. 140 тысяч в месяц, и он ваш. И смотрим цветопередачу. Детский городок как раз для этого подходит. Стабилизация работает в обеих камерах. Съемка ведется на селфи-камеру телефона S7. И посмотрите, фокус на моей бороде не фиксируется. То есть его просто здесь нет. Съемка ведется на селфи-камеру Note 8. И посмотрите, фокус на моей бороде. А? Фокусируется, потому что фокус есть. Мне друзья говорят, да нет, ты странный парень. Зачем ты покупаешь все время вот такие дорогие аппараты? Я же объясняю, я ведущий, который организует праздники, которые бывают на банкетах. Я не могу таскать с собой зеркалку. И не с каждым фотографом удается договориться, чтобы он отдал мне фотокарточки. Поэтому, естественно, я беру, достаю свой аппарат. И фотограф пускает слюни на то, что мое качество порой даже несколько выше, чем у него. Это, по крайней мере, гораздо более динамично. То есть я могу тут же выложить в Инстаграм, а не ждать там 3 месяца, пока мне фотки отдадут. Стикеры лучше показывать также на фронтальной камере. Посмотрите, что можно сделать. Вот так вот примерно работают эти чудесные стикеры. Просто детский сад. Открываем рот. Этот стикер мне показался единственным достойным моей персоны. Ну что, классно, да? Ну так, побаловаться можно, конечно, полчасика. Я, конечно, не геймер и очень редко играю в телефоне. Но я все равно покажу вам, насколько этот аппарат мощный и какие игры он тянет. В качестве теста я предлагаю, как всегда, включить игру Real Racing, которая действительно ресурсоемкая. Я люблю использовать ее. Но на этот раз также решил попробовать World of Tanks. Как мы видим, графика весьма и весьма хорошая. Никаких лагов, тормозов и ничего такого нет. Разрешение игры, скорее всего, HD 720. Но это уже зависит от самой игры. Как вы можете обратить внимание, не все игры подходят под новый формат Full HD+, да? Или там Quad HD+, но просто действительно еще не адаптированные программы под этот формат да вообще и не будут адаптироваться. По той простой причине, что эта фишка чисто самсунговская. Game Launcher имеет несколько интересных функций. Во-первых, можно сделать снимок экрана, можно включить запись во время игры и записать весь игровой процесс. Достаточно удобная фишка. При включении игры через Game Launcher игра включается на максимальные возможные параметры. Судя по качеству текстур, по графике, по быстродействию, но мы видим, что графон вообще на высшем уровне. Уничтожить танк противника не вопрос. Сейчас только развернусь. Ну, в общем, я уничтожил чей-то танк. С каким другим аппаратом можно сравнивать Samsung Galaxy Note 8? Ну, конечно, только с S8. Поэтому прямо сейчас сравниваем синтетические показатели производительности. S8, как мы видим, существенно меньше. Давайте совместим их вот на такое вот примерно расстояние. В принципе, как бы вроде и не сильно кажется, да, на самом деле крайне существенно. Посмотрите, насколько здесь все крупнее и удобнее. А теперь давайте проверим производительность обоих телефонов и запустим Antutu Benchmark одновременно. Поехали! Итак, мы видим, что Note 8 уже закончил свой тест и значительно быстрее прошел его. И теперь смотрим на результаты, на сухие цифры. Здесь 174-155 баллов, здесь 172-671 балл. Ну, то есть, во всех отношениях Note 8 мощнее S8. Сравнивая телефоны Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S8, можно отметить, что они абсолютно разные. S8 Plus, да, больше, наверное, похож по размеру на Note 8, однако все равно отличается, ведь здесь двойной модуль камеры, большая автономность, больше оперативочки. Короче, покруче он будет в любом случае. Еще вы знаете, почему одни берут S8, а другие Note 8? Да потому что этот тупо больше. И для многих он удобнее. Например, я бы с удовольствием взял вот этот Note 8, но на тот момент он еще не появился в продаже. И я взял S8. Ну, вы понимаете, каково было мое расстройство, когда через несколько месяцев появился этот красавчик, и теперь я его хочу. Хочу, но лучше подожду до того момента, когда появится следующая модель S9. Возможно, в нее встроят те же самые функции. В общем, поживем, увидим. Вот это поворот! Хочу уделить отдельное внимание любителям побаловаться со стилусом и что-то там записать. Как только мы извлекаем стилус, появляется специальное меню. где можно, в принципе, определиться, что мы будем делать. Самое интересное, что мне понравилось, это живые сообщения. Ну, например, пишу свое имя. Смотрим, что получилось в результате. Он создает специальный GIF-файл, который вы можете переслать кому-то и порадовать людей своими уникальными рисунками или сообщениями. Любому человеку будет приятно, если его имя будет писаться каким-то красивым шрифтом. Я, конечно, написал корявенько, но лишь бы показать вам, как это работает. Функция моя на этом выполнена. Для того, чтобы вы поняли, насколько этот аппарат красив сам по себе, я покажу, как он смотрится в руках и как он смотрится, когда его использую я. Примерно вот так, если я разговариваю. Примерно вот так, если я кого-то фотографирую. Так вот, так, улыбайтесь. Так, чик, хорошо. Ну, в общем, аппарат смотрится весьма солидно. Некоторые считают, что он подходит только для мужчин, потому что большой. А я считаю, что он подходит для женщин, у которых, например, глаза устают пялиться в маленький дисплейчик. И поэтому данный аппарат отправляется Эльмире Абгарян, которую я и поздравляю с офигительным приобретением. Вот так телефон выглядит в целом. Он такой красивый, очень такой весистый. Стоит своих денег, несомненно, потому что, ну, действительно, вещь адекватна, качественна. И ценник соответственный. Ведь здесь в основном применяются новые технологии, а разрабатывать их, внедрять каждый год стоит, скорее всего, огромных денег. Ну, Samsung очень популярен в мире. И я надеюсь, чем больше станет в мире умных людей, тем больше будет прибыли у Samsung. И эта компания сможет радовать нас все новыми и новыми достижениями. Друзья, я надеюсь, мне удалось убедить вас не покупать дешевые китайские аппараты, пусть даже известных брендов. Потому что, если вы хотите действительно высокого качества и наслаждаться своим телефоном каждый день, то лучше подкопить, переплатить и взять вот этот вот шикарный аппарат, которым вы будете наслаждаться каждый день. Его фотографии прекрасны, его быстродействие с запасом на 3-4 года. Уж если берешь на несколько лет, так бери, пожалуй, самое лучшее. Ведь все передовые технологии, которые есть у человечества, сначала внедряет Samsung, затем Apple и уже затем все остальные. Хотя раньше, я знаю, раньше было иначе. Сначала Apple, потом Samsung. Но сегодня это не так. Давайте смотреть правде в глаза. Если у вас iPhone X с челочкой, то у вас странные предпочтения, на мой взгляд, и это субъективно мое мнение. Но я ваш выбор уважаю. И всем своим подписчикам советую брать действительно крутой аппарат Samsung Galaxy Note 8. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Евгений Донец. Всем пока. Увидимся. Наверняка.